Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показываю этого по дому. И сегодня речь у нас пойдет о анимации, о мультипликации, об этом великом искусстве. Совсем недавно у меня в блоге был рассказ о замечательном сборнике воспоминаний, который называется «Легенды студии Союзмульфильм». Книга Сергея Капкова, вышедшая в Баслене, это шедевр, конечно, по количеству всевозможных фактов уникальных, редких фотографий, удивительных живых деталей, которые, ну, словно заставляют прогуляться по коридорам легендарной студии. Конечно, нет уже многих живых из наших мастеров, нет и той студии в том виде, в каком она существовала в советское время. Но все равно она где-то там, в невременном таком пространстве, да, продолжает существовать и, в общем-то, жить в своих лучших произведениях, в своих шедеврах. И вот сколько книг не издавай о мультфильмах и мультипликации, в общем, все время мало. Такое ощущение, что чего-то не достает, хотя у меня отличные книги были на эту тему, и я считаю, что многое сказано. Но вот эта вот маленькая история, краткая, значит, но волшебная история мультфильма, да, которую придумала Екатерина Кузьмина, она рисовала Кристина Ёлкина, это очень хорошая вещь, на мой взгляд, потому что она, во-первых, визуально крайне насыщена. Здесь у нас не просто для того, чтобы декоративно выгодно смотрелся лист, да, значит, иллюстрации все полостные, и они заполняют множеством деталей все пространство листа, да, свободное от текста, а для того, чтобы как можно больше всего показать. Я приведу простой пример, потому что в этой книге, в общем, пересказывать-то нечего. Если вы знакомы с историей анимации, то вы знаете, да, о чем там пойдет речь. Ну вот, посмотрите, первая вступительная главка в мастерской художника. У нас есть главный герой, художник с большой буквы, вот он такой центральный персонаж, он и будет рассказывать историю анимации. Посмотрите, как подробно представлена его студия, сколько эскизов вывешено, в несколько слоев, как это бывает у человека, у которого постепенно формируется образ будущего персонажа. Мы знаем, что это очень драматичный момент в создании произведения. Ну, например, стоит вспомнить диснеевского джинна, да, которого смыли, которого полностью, я имею в виду пленку, как смывают кинопленку, да, в этом смысле, которого просто, значит, отменили, да, и нового нарисовали, потому что вот Диснея не устроил тот джинн, которого изначально придумали для Аладдина. А ведь это гигантская уже проделанная работа. А как художники диснеевской студии рисовали эмоции сами себя, да, значит, ставя перед собой зеркало для того, чтобы их знаменитый кролик, Том, Джерри, все остальные двигались живо, и их мимика, их эмоции были понятны маленькому зрителю. Словом, это очень кропотливая работа. И вот, видимо, на ее стадии находится наш художник. Создание персонажей, создание внутреннего мира мультфильма, да, создание фонов, в конце концов. Вот такая проработанная студия. Дальше ему встречается такой, значит, мультяш. Ну, ясное дело, что это маскот, это еще одна попытка создать собирательный образ любознательного героя. Ну, вот то, что иногда получается и входит в историю, а то, что остается в одной конкретной книжке, значит, внутри нее. Может быть, мультяш и останется в конкретной книге, вот в этой, да, но он получился обаятельный, любопытный, да, вот, и задающий правильные вопросы, что важно. Пример такого маскота, который превратился из символа журнала в реального вообще героя, которого хочется на улице встретить, это Мурзилка, например. Вот. У нас есть вот такой вот мультяш, нарисованный персонаж, который решил узнать о себе немного больше, да. Как мы знаем, история мультипликации, она очень широка. Я имею в виду историю художественных образов, а не технологий. Мы можем видеть самые разные стилистики, мы можем видеть самые разные подходы, мы можем видеть совмещение мультфильма и кинематографии. Разумеется, я имею в виду знаменитый фильм, кто подставил кролика Роджера. По нынешним временам он вовсе не кажется таким уж взрослым, да. Он достаточно наивный, добрый, не содержащий в себе ничего непристойного. Но это, конечно, воспринималось как полнометражный художественный фильм для взрослого зрителя, который будет потешаться над шутками курящего сигару, например, младенца, да, в коляске, да. Ну, то есть его нарисовали младенцем. Это реальный герой мультфильма, да, Диснеевского, значит, про вот такого капризного ребенка. Но играет-то его взрослый актер, как, например, в кино озвучивает актер, да. И там он, соответственно, ведет себя совершенно по-взрослому, да. Хамит, дерзит, вот курит сигары и участвует во взрослом сюжете фильма. Вот. А здесь у нас начинается история анимации, да. Как мы помним, анима – это душа. И одушевление, оживление – это и есть то волшебство, к которому человечество стремилось с древних времен. Поэтому начинаем мы от древнего мира до 17 века, первая главка. Потому что ведь именно к этому стремились охотники, пытаясь передать движение, вот в рисунках знаменитых на скальных, на стенах, движение и все, что происходит с персонажами, да. Стадия за стадией, шаг за шагом. Что это как не раскадровка, по большому счету. Вот. И так далее. Все, что происходило на протяжении столетий в путь до изобретения волшебного фонаря. Да. Волшебный фонарь позволял оживлять картинки и как бы делать образы более зримыми. Из ничего, из крохотного изображения, да, проецировать большие изображения, играть с ними, добавлять всяких спецэффектов, вспышки, дым, да, понимаете. Это было развлечение для богатых, для королей, императоров, для дворян, для тех, кто мог себе позволить такое развлечение. Постепенно они сошли на нет, но всяческие изобретения, связанные с проекцией, с движущимися изображениями, например, лампа, под которой горит свечка, вертится колесико, да, наверху, а к нему подвешены в виде подвесок крохотные изображения, например, скачущих всадников или бегущих, летящих на метлах ведьм, да, и все это вращается, и, соответственно, благодаря свече, из-за теплого воздуха от пламени, который вращается вверх лампы, тени движутся по кругу вокруг комнаты, значит, создавая иллюзию движения и так далее. Это все было изобретено многократно. Ну, потом был изобретен фенокистископ, вот он здесь нарисован, да, это предшественник стробоскопа, немножко другое устройство. Постепенно уже стали догадываться о законах передачи изображения, значит, передачи движения, да, вот, пионеры мультипликации. У нас есть свой гений, непризнанный, неузнанный, да, к сожалению, при жизни, значит, Владислав Старевич, он, ну, в общем, не был, он был чудаком, да, он был человеком, хобби которого приобрело манию. Он так много сделал кадров, фотографировал, покадровую анимацию делал, кукольную, что он протоптал дорожку от фотоаппарата на полу, значит, к столику, где разыгрывались настоящие драмы. У него была битва жуков, причем вот эти вот кукольные жуки его выглядели как настоящие насекомые. Их те наивные зрители, первые зрители черно-белого немого кино в начале 20-го столетия принимали за реальных насекомых и так далее. Вот, тут, конечно, вот жалко, он опередил свое время, жалко, что он мог получить, конечно, мировую известность своими удивительными мультфильмами. Это не только у нас происходило, это взаимные открытия многочисленные, которые постепенно вместе с первыми чудесами кино, вместе с Бульваром Капуцинок, напоминаю, что у нас ошибка в названии великого, без всяких оговорок, фильма «Человек с Бульваром Капуцинов». Бульвар-то все-таки Капуцинок, насколько я и знаю по-французски. Но неважно, вот именно там произошло, там у нас братья Люмьер, там у нас, значит, прибытие поезда, и параллельно анимация начинает развиваться, параллельно начинают первые совершенно эксперименты в этой технике, в этом направлении. Вот она история студии, легендарной студии Дисней. Она изложена кратко, внятно и очень по-доброму, я бы сказал. Потому что у этой студии, помимо темных сторон капиталистического мира, на которых так любили сосредотачиваться, скажем так, еще каких-нибудь 30-40 лет назад, рассказывая всю эту историю. Есть много светлого, есть много интересного. И самое главное, есть огромное желание сделать великое искусство из этой вот простой магии движущихся персонажей. Потому что, конечно, на Диснее выросло полмира. Конечно, Дисней впервые открыл целые жанры, вроде музыкальной сказки, с песнями, с танцами, со всеми делами. Конечно, Дисней сделал несколько важнейших открытий и в технологии, и так далее. И здесь у нас коротенько обо всем немножко сказано. Дальше мы переходим к важнейшей части рассказа. Это легендарная студия Союзмульфильм. Причем здесь у нас Союзмульфильм не так общо показан. Вот было тогда, было сейчас. Вот сейчас все делается на компьютере, тогда делалось на пленке и на бумаге. Нет, здесь у нас с персоналиями, с рассказом о самых лучших картинах, с коротким, да, с упоминанием. Здесь у нас Иванов Вано, Федор Хитрук, да, видите. И Юрий Борисович Норштейн. Прижизненный памятник, фактически, да. Книга для детей, рассказывающая об истории не просто жанра, а об истории, значит, всего вида анимации, да, всей мультипликации. И в ней персональная страница Норштейна, вот с кадриком из «Ежиков в тумане». Вот. Дальше короткое послесловие профессии в анимации, поскольку это очень интересно, и это довольно сложно для совсем маленького читателя, 6-7 лет, вот, понимать, что за чем следует. И небольшая интерактивная часть с вопросами, заданиями и советами, как читать книгу. Тоже для такой книги, которая подразумевает желание немедленно что-то рисовать, что-то придумывать, что-то делать. Очень важная составляющая, на мой взгляд. Вот такая волшебная история мультфильма. Рекомендую, потому что коротко, внятно и очень-очень наглядно. Мне нравятся иллюстрации, мне нравится подход, и мне кажется, что, конечно, рассказывать об анимации надо, поскольку мы живем в эру торжества визуальных видов искусства, да. Значит, мы на все смотрим, в том числе смотрим, конечно, замечательные мультфильмы. Спасибо за внимание.